Христос воскрес! Христос кровью, разбивается от боли, разрывается от горя, замирает от ожидания, трепещет от счастья. Вы знаете, я все это пережил в своей жизни, это все про наше сердце. Я думаю, что вы уже, наверное, слышали предыдущих, я очень сожалеваю, что я не смог быть на всех сессиях, и я не слышал. Наверняка, братья, просто говорили, я немножко подчеркну пару вещей. Более 850 раз в Ветхом Завете, 150 раз в Новом Завете, всего тысячу раз в Библии говорится о сердце. Когда я сегодня читал по плану, а я читаю каждый день по плану, и за год прочитываю Библию, когда я читал и думаю, Господи, а сегодня попадется какое-нибудь место про сердце? И точно здесь написано, 10 стихом 31 главы, это пророчество о фараоне, написано, «Поэтому так сказал Господь Бог, за то, что Ты высок стал ростом, и вершину свою выставил среди толстых сучьев, и сердце его возгордилось в величии его». То есть, и здесь говорится, сегодня я прочитал тоже о сердце. И все эти вещи говорят, все текстописания, и говорят, ни в одном месте нету пронасос, который двигает сердце. Все, что говорится о сердце, говорится о духовном сердце. И поэтому удивляемся, что так происходит. Я хотел бы пожелать вам один текст Писания, который возьму за основу. Я не буду его весь разбирать, потому что это практически невозможно. Евангелие от Марка, 12 глава, 30 стих. «И возлюби Господа Бога». Я его даже сейчас включу. Опа, вот она. Видите, как хорошо, да? «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и всею душею твою, и всем разумом твоим, и всею крепостью твоей». Вот первая заповедь. Хотел бы пожелать, чтобы это было все в каждом из нас сердце. Моя задача сегодня говорить о поклонении сердца. Я долго думал, как это сделать, что? Я много раз задавал организаторам конференции, звоню и говорю, расскажи мне еще, что вы хотите сказать, чтобы поклоняться? Что, как? И знаете, разные моменты были. Сначала были такие, ну, что-то скажи, а потом более подробно, ну, хотя бы вот это скажи, а потом еще вот это скажи. Я спрашиваю Господа, Господи, что? И многие моменты были в душе. Я попробую сейчас все рассказать, потому что все сегодня говорим о нашем сердце. В одном месте сказано «и у меня есть сердце». У всех сердце с собой, нет? У всех есть сердце. Вот, то, которое тут бьется, колотится, обливается, разрывается. Вот, ну и слава Богу, что оно и есть у нас. Что же все-таки в нашем сердце? Мы сегодня об этом с вами поговорим. Если взять наш, в Библии написано евреем, 4 глава, 12 стих написано, «Ибо Слово Божье живо и действенно и острее всякого меча обоюдоострого. Оно проникает до разделения души и духа, составов и мозгов, и судит помышления, мерения сердечные». Фактически мы с вами возьмем сегодня в руки меч, меч Слова Божье, и попробуем дойти до глубины. Что может быть? И вообще, что Библия про это говорит? Вообще, это уникальная вещь сердца. Я полюбил эту тему давно, много, много лет. Я собираю, знаете, когда я читаю, выписываю все. Я не выписал тысячи, я выписал сотни пока, сотни, несколько вот таких вот сотен стихов, которые меня касаются про сердце. Я их за вот эти дни, я их перелистал не один раз с одного на другое, думаю, Господи, про что, про что, про что, про что. И вот давайте с вами попробуем углубиться в наши сердца, в духовные. Мы говорим о том, что это духовные сердца. Поэтому, если взять, мы сегодня уйдем на глубину шести этажей. Вы посмотрите, получается, до разделения души, духа, составов, мозгов и судит намерения и помышления сердечные. Души понимаю, духа могу понять, не могу понять составов. Мозги понимаю, в общем-то, да? И понимаю помышления сердечные и намерения сердечные. Где-то там глубоко. Попробуем сегодня это посмотреть. Если мы смотрим на каждого из нас сейчас, все такие хорошенькие, все такие веселенькие, все такие просто муа! Вот, но я вам хочу сказать, попробуем заглянуть вовнутрь, потому что этот стих уже читали. Я просто подчеркну его. Евангелие от Марка, 7 глава, 21 стиха. «Ибо изнутрь, из сердца человеческого исходят злые помыслы, прелюбодеяние, любодеяние, убийство, кражи, лихаимство, злоба, коварство, непотребство, завистливое око, богохульство, гордость, безумство. Вот, все это зло изнутрь исходит и оскверняет человека. Мы с вами будем говорить о поклонении. Чем мы кланяемся? Как мы кланяемся? Для чего мы кланяемся? Что у нас внутри? Попробуем разобраться. Зайдем вовнутрь нашего сердца. Несколько таких моментов – это не слово, а просто. Как проверить, что у меня в сердце? Просто вот сейчас я буду зачитывать некоторые вопросы, а вы у себя перепроверьте, что у вас в сердце, на что кланяется. Как проверить, чему мы поклоняемся? Посмотри на свою поисковую историю. Что ты ищешь в этой жизни? Как ты смотришь? Не обязательно нужно заходить в Google, а просто твой взгляд. Вообще все, что ты ищешь в поисковую историю. Где ты лайкал? Что тебе нравилось? А вот знаешь, это лайк. Вообще я не знаю. Мне это вообще в последнее время, мне начинает это нравиться. Я тоже начинаю лайкать. Знаете, учусь. Знаете, хотя под старость лет. Я удивляюсь, вообще под старость что-то происходит. У меня моя мама, теща, вот последняя, я говорю, мама, что ты делаешь? Она говорит, на YouTube нашла что-то и смотрит. Моей теще 84 года сейчас будет. Я вообще удивляюсь, что она всегда учится. Когда пришло время покупать телефон, у нее поломался с кнопками телефончик, и она это самочувствует. Тут скоро день рождения, и обычно что-нибудь на день рождения мы делаем. И на день рождения она так намекает мне, может быть, телефончик купите? А у меня вот такая голова. Думаю, где же я в современном мире найду телефон с кнопками? И я только подумал, говорит, не-не-не-не, ты мне вот этот, вот такой, дай мне, говорит, вот такой телефон. Вы знаете, она уже тоже научилась, да? Лайки. Что у тебя в комнате на стенах? Знаете, я когда занимался подростками еще, и я всегда ходил в дома своих этих учеников, когда я приходил туда, они меня всегда водили везде, вот, ну, как бы по дому, всегда люди рассказывают, что в доме, вот это, вот это. И мне было интересно, когда они подводили к комнате моего ученика. Потому что, когда я заходил туда, я мог представить себе, что у него там. Потому что обычно самое то, что вот тут внутри, на стенах вешают, да? Просто проверьте, что у вас есть. Мы сегодня говорим о поклонении, да? О поклонении нашему сердцу. Проверьте там, да? Вот. Какая музыка в твоих плейлистах? О, видите, я даже слово такое выучил. В плейлистах. Я еще, правда, пытаюсь с них разобраться до конца, но кое-что уже умею, да? Итак, что у тебя, какая музыка? Вроде бы все нормально, да? Но иногда бывает вот этот вот, включают то, что там, знаете, с разными плохими словами и все. И слушают, вроде христиане. Я так иногда, знаешь, человек занятый, смотрю так вот, что-то делает, делает, я подойду к нему. Ну, знаешь, есть вот эти сейчас штучки. Я раз так вытащу, говорю, можно я послушаю? Раз к себе, и там такое мамородное. Вот. Поэтому мы же говорим о поклонении Богу, да? А что у нас там, да? Вот. И это самое, и это очень важно, да? Какое видео ты смотрел сегодня? Что у тебя там? Что первое пришло тебе в голову, когда ты проснулся? Вот ты просыпаешься. Какая тебе идея приходит? Что? Потому что из глубины, из сердца все исходит, да? Какая? С какой мыслью ты засыпаешь? Какая у тебя мечта, да? И о чем мечтаешь вообще просто? Что ты делаешь? Я как-то делал на одной из конференций, просто вот произвольно взял одного, другого, третьего, вышли сюда, я скажу, скажи, пожалуйста, три твоих мечты. Три твоих мечты. И я был в шоке. Ни одна в сторону поклонения и в сторону Бога. Мечта, машина, там всякие там дома, там еще что-то, но нигде не было, нигде не было поклонения к Богу. А вообще, что самое главное? Мы попробуем сегодня это разобраться в нескольких вещах. Куда уходят твои деньги? Это один из последних моментов, который я хотел просто в этом перечне. Куда уходят твои деньги? Обычно всегда говорят, ну, чтобы понять, кто ты, посмотри свой аккаунт. Куда ты делаешь? Что для тебя важно? Понимаете? Все, что увлекает больше, чем Бог, есть идол. Мне очень нравится книга пророка Езекииля. Я каждый год, когда ее прочитываю, и я уже начинаю тосковать за ней, то, ну, Господи, это ж вот, понимаете, я год не буду ее читать. Может быть, где-то коснусь, но в основном я вот как бы, ну, иду по плану. И мне каждая книга так нравится, но книга Езекииля – это такие образы. Так вообще нравится. Столько Бог меня открыл. Я хочу поделиться с вами очень одной, одной очень увлекательной историей, которая записана книга пророка Езекииля, восьмая глава, шестого стиха. «И сказал он мне, сын человеческий, видишь ли ты, что они делают? Великие мерзости, которые делает дом Израиля, здесь, чтобы я удалился от святилища моего. И обратившись, и ты увидишь еще больше мерзости, и привел меня ко входу во двор. И вот, и я взглянув, и вот в стене скважина, и сказала мне, сын человеческий, прокопай стену. И я прокопал стену, и вот там дверь». Знаете, мне это так нравится, знаете, здесь вот именно образно. То есть сейчас мы зайдем туда, куда все не заходят. Там, знаете, иногда бывает у служителей, когда происходит, знаете, вот исповедание. Когда человек заходит, он сам приоткрывает эту дверь. А здесь Господь говорит, давай зайдем и посмотрим, что же там. Читаю дальше. «И сказал мне, войди и посмотри отвратительные мерзости, которые они здесь делают». Извиняюсь, я пропустил одно. Нет, не пропустил. Дальше. «И сказал мне, войди и посмотри на отвратительные мерзости, которые они делают здесь». И вошел я и вижу. И вот всякие изображения, пресмыкающиеся, нечистые животные, всякие идолы дома Израиля, написанные по стенам кругом. И 70 мужей из старейшин дома Израилева стоят перед ним, и изаня сын Сафанов среди них, и у каждого в руке свое кадило. Густой облако курений возносится кверху. «И сказал мне, видишь ли, сын человеческий, что делают старейшины дома Израилева? В темноте, в каждой в расписной своей комнате. Ибо говорят, не видит нас Господь, оставил Господь землю свою». Знаете, мы с вами сейчас зашли в тот момент, где что-то происходит. Внутри, куда мы не всех пускаем. На эти этажи мы с вами зашли в самую глубину. И вот, когда я читаю за этих людей, они старейшины дома Израилева. В принципе, снаружи сплошная шоколадка. Ну, просто хорошо. Это священники, у них одежда. Все мы священники сегодня Нового Завета, мы все вот, знаете, царственное священство. Вот. И вдруг вот среди вот этих людей внутри всякие мерзости. И знаете, они стали так спиной друг к другу. И вот написано о том, что вот каждый стоят и, вы знаете, густое облако дыма. То есть, вот они снаружи как бы верят и доверяют Богу. Мы сегодня пару примеров еще посмотрим. А внутри, внутри нет никакой надежды. Они говорят, не видит нас Господь. Вообще, давай посмотрим твое сердце, дорогой. Что в твоем сердце? Какая вещь есть? И просто несколько моментов я не могу многое останавливаться на многом. Я просто подумал, вообще, чему ты кланяешься? Что в тебе? Что ты думаешь? Ты принял решение вообще, кому ты кланяешься? Есть ли у тебя этот вопрос? Или ты еще в поисках? И ты думаешь, знаете, может быть, каждая дорожка, которая идет в этой жизни. Знаете, я встречал людей, которые говорят, вот гора и к ней идет много дорожек. И каким бы я ни пошел, все равно она придет к такому пониманию. Я считаю, это утопия. Я не согласен с этим. Чему ты кланяешься? Если ты сегодня не нашел, к чему кланяться, я думаю, что сегодня еще будет призыв, когда тебя будут призывать и будут говорить, дорогой, если ты не решил еще, как кланяться, чего тебе делать? Знаете, молодые люди, особенно в вашем возрасте, говорят, what to do? I don't know. Я не знаю, каким путем мне идти по этой жизни. Что делать? Кому кланяться? Дай Бог, чтобы вы нашли сегодня этот вопрос. Некоторые вопросы, которые я встречаю в этой жизни, вот я вижу, когда я разговариваю с молодыми людьми, знаете, это у них всегда на уме машина. Каждый молодой человек имеет желание машина. Он про Бога так не думает, как думает про машину. Вы знаете, он все про нее знает, какая она, какая, я не знаю, мотоциклы или там что-то, дома, какие вещи. Я просто хотел пожелать вам, потому что написано, ну, как в одной из статей написано, не в Писании. Однажды не будет иметь значения, насколько вы были богаты и какой машине вы ездили и в каком доме вы жили или насколько вы были популярны. В тот день будет иметь значение только отношение с Иисусом. Вот это самый главный момент. Сегодня мы будем не один раз к этому относиться, поэтому хотелось бы, чтобы мы с вами вот не думали, что у нас в сердце, потому что в последнее время я откровенно говорю, когда мы собираемся вот так, общаемся, вообще трудно людей сфокусировать в отношении Бога. На всех наших мероприятиях, которые не делаете. День рождения. Вообще у каждого есть день рождения. Минимум все. посмотрите, проверьте свои дни рождения. Как вы празднуете? Вы хотите в этот день поклониться Богу или просто вкусно поесть? Знаете, столько сегодня этого всего. Да, я понимаю. Я уже рассказывал о том, что я стал делать. Я даже в своем доме не могу всегда управить вот так, так, чтобы собраться и всем, ну, думаю, сейчас вот праздник Рождества. Ну, думаю, сейчас вот покушаем, а потом я прочитаю, расскажу, объясню. Понимаете, ну, собирается много народу. И только мы покушали, пошли подарки, все, я, алло, алло, давай, давай, все, невозможно. Я стал по-другому. Я все приготовил, моя жена очень вкусно готовит, все поставили, так рядышком все. Я говорю, так, сейчас будем молиться и кушать. Все раз подходят. Хоба! Я говорю, ну, тогда я открываю Библию и начинаю проповедовать. Я говорю проповедь, говорю о том, что если это день рождения, пожелание на день рождения, объясняю, рассказываю, знаете, а тут же в этот момент все запахи такие, все там, знаете, слюнка бежит туда-сюда. Но иначе невозможно. Сегодня так. На свайбах. Вы знаете, что сегодня со свайбами? То же самое. Мы же сегодня приходим поклоняться, да? Поклоняться. На свайбах вообще практически пришли. Красиво-красиво все украсили. Вот. Жених с невестой. Подарки. Вот. Покушали. И почти расходятся. Ну, если там певцам дали, там заплатили, они там играют что-то, там играют, вроде как-то не поймешь. Ну, играют. Слава Богу, хоть это играют. Понимаете? А так вот, в общем-то, нету внутри поклонения. А мы говорим о поклонении. Поклонении нашей жизни. Ведь мы же призваны для того, чтобы прославлять нашего Бога. Вот. Поэтому хотелось бы, чтобы мы подумали, может быть, вы знаете, погоня за долларом. Вот здесь я хочу сказать, вообще просто, меня это убило. Возможно, я понимаю, наше поколение, которое вот пришло до нас, вот, они прошли тяжелейшие гонения. Это было просто очень много таких прессер. И, может быть, они не знали, как надо нас учить. Может, еще что-то. не знаю. Но знаю, что сегодня, когда я ищу людей для того, чтобы послужить Богу, вот просто для того, чтобы, допустим, с байблтраком проехать, или вообще просто вот в нашу школу, мне очереди нигде не выстраиваются. Сегодня служить Богу нет. Но когда спрашиваешь вообще, о чем, вообще, чем ты мечтаешь и что, говорит, хочу быть тем, хочу быть тем, хочу быть тем. Мы, наше поколение, когда мы воспитывали, вроде бы все говорим про Бога, да? Но говорим, выучись, пожалуйста, там, на бухгалтера, там, выучись на, на, там, лойера или, там, инженера, кем угодно. Я понимаю, это хорошо. Надо же как-то жить. И надо все. Но почему-то я не слышу, что сегодня с самого детства говорят, слушай, давай мы тебя, вот, будешь миссионером, чтобы показать, что это настолько красиво, настолько хорошо. Но зато все, все за деньги. Нас, школу, которую мы открыли, мы хотели так сделать, с 17 лет и выше. Ничего себе, мы сегодня уже опустились на 15, потому что в 15 у него нету прав, а в 15 у него еще ничего, он еще не заработал ни одного доллара, и тогда можно его говорить, слушай, давай поговорим о Боге. Вот. А если только чуть-чуть выше, ты говоришь, да ты что, я там работаю, мне там надо за то лон, туда-сюда, и уже все. Уже не ухватишь. Это за доллары. Придет время. Знаете, я много читаю свидетельств о том, что приходит время, когда это ничто не будет значить, ни один. Как рассказывают о том, что пришел один человек, ему надо было уже на небо, ему сказали, ну, говорит, у тебя несколько деньков, там можешь пойти, все, что нужно, важное собрать и принести сюда. И вот он пошел, через несколько дней приходит, и такой у него большой мешок, а что в этом мешке? Вот. Ангел спрашивает, говорит, что у тебя там? Ну, самое дорогое, что у меня было на земле. А что было на земле? Открывает, а там кусок вот такой золота. Представляете, 999-я проба, такой красивый кусок золота. Вот. Он говорит, а что это? Он говорит, золото. Это самое дорогое, что у меня было. Он говорит, интересно, у нас, говорит, здесь асфальт, ты принес кусок асфальта, у нас асфальт из золота, понимаете? То есть, вот потратить, вот самое дорогое, это золото. А еще обиднее, когда ты проживаешь жизнь, и это золото тебе не принесло никакого, никакого тебе удовольствия от этого. Сколько мы времени сегодня поклоняемся различным брендам. Знаете, люди работают, для того, чтобы иметь какие-то сумочки. Только я думаю, знаете, вот обращаю внимание, вот есть, мне научили обращать внимание, сумочка такая вот коричневая, и там L, буковка, и V, вот так, вот, Луи Витон такое, знаете, вот ходят. Я так рад, что их поперемешали в последнее время, потому что, если приедешь где-нибудь отдыхать, там вот, ну, так в ту же Турцию там бывает, где-то проезжаешь, там этих Луи Витонов, сколько хочешь за 3 доллара, бери, не хочу. Понимаешь, то есть поперемешали, хоть не поймут, что ты такое взял или такое, а им же обидно, отдал 3 тысячи или 5 тысяч за сумку, ходит, а тут рядом ходит за 3 доллара. Понимаете, ну, сколько мы сегодня отдаем брендам, но если нам нужно будет найти несколько долларов для служения, вот тут уж мы подумаем, и то, и другое. Это все бренды. Знаете, различные кумиры, когда поклоняются, я был в одном городе, и я помню, что в том городе где-то проходил супербол, и вообще в тот момент половина на собрание не пришли. Я спросил пастора, а что такое? Он говорит, ну, супербол, понимаешь, кто же будет, придет-то на супербол? Я очень это понимаю, что так было, но это не совсем правильно. Когда-то, когда-то Хатсон Тейлор, это человек, который проповедовал в Китае, который посвятил себя Китаю, много всего сделал для того, чтобы он проповедовал просто двух, ну, там, говорит, что-то 220 тысяч, или чуть, или 2,5 миллиона людей, не помню. Ну, короче, огромное количество людей, которым он проповедовал. И вот однажды ему сказали, вернее, он пишет в одном из своих писем, он писал о том, что должно характеризовать настоящего миссионера. Это должен быть человек, полностью доверявший свою жизнь Богу, твердо верующий в Его Слово, и готовый ради этого пожертвовать всем и даже своей жизнью. И вот главный момент. Нам нужно братья и сестры, у которых в сердце Иисус на первом месте, а затем китайцы и Китай. Вы знаете, мне так это понравилось. Человек, который всю жизнь посвятил себя, Китаю, он говорит, главное, это чтобы был Иисус в твоем главное сердце, чтобы у тебя главное было Он. Как-то такая маленькая аллегория, которую хотел бы рассказать. Это рассказ о том, как один человек построил себе такой двухэтажный красивый дом. В этом доме все было. И вдруг, вот знаете, только на радостях все раз кто-то стучится, и первый гость заходит. Он открывает, а там Иисус. Вы понимаете, я аллегорию говорю, да? Иисус на пороге. Он говорит, о, заходи, Иисус, я так рад, ты знаешь, я тебя так люблю, я так вот все люблю. Ты знаешь, вот я только построил дом. Ты можешь у меня остаться? Он говорит, конечно. И он подумал, думает, какую же комнату из этих комнат отдать? И там у него была такая, знаешь, на втором этаже, вот там самая такая большая, мастер-бедрум. Ну, такая красавица комната. Он говорит, я тебе отдаю всю эту комнату забирать. И Иисус был там, но только настал вечер, стук. Раз, он открывает, а там на пороге дьявол. Заходит, и начинает за ним бегать. Он убегает, дом большой, бегал, бегал всю ночь, уже вот так запыхался все утром, раз только там, что-то раз дьявол убежал. Только свет появился, он убежал. Вот. Когда вышел Иисус в своей комнату, он говорит, Иисус, скажи, пожалуйста, ты что, я тебе отдал самое лучшее, да? А ты ко мне как-то вот, ну, так отнесся, тут пришел дьявол, меня тут гоняет. Он говорит, слушай, а он тебя где гонял? Он в моей комнате тебя гонял? Он говорит, нет, не гонял. И тогда ему пришла такая идея, ах, надо Иисусу больше отдать. Он говорит, Иисус, давай так, вот весь верхний этаж, я тебе отдаю. И он говорит, ну, хорошо, давай. Отдал весь этаж, вот, вечером наступает, только вечером опять приходит дьявол, и уже так его настолько гонял там вверху, что уже даже поцарапал его, это была еще тяжелая ночь, на утро раз, опять его нету, он приходит Иисусу, говорит, Иисус, ну, что ты вот меня защитил? Я же тебе отдал половину своего дома. Он говорит, ну, скажи, он тебя гонял там, где я? Он говорит, нет, не гонял. Он говорит, а, тогда я понял. Знаешь, я тебе все отдаю, я только вот буду находиться вот в этой, вот знаешь, когда захочешь, где обувь снимают, вот тут вот, вот это вот себе комнатку оставлю, ну, хорошо. И вот на утро, то есть, как вечер настал, опять дьявол пришел в ту комнатку, и как начал его гонять, и там ж никуда, вот только вот это место, он его и так, и так, что он утром, на последнем вздохе, вот так, только утро, Иисус открывает дверь, смотрит, он так на пороге лежит, он говорит, что? Он говорит, я все понял, Господи, я все понял, я хочу, чтобы в моей жизни, вот, было все тебе, забирай, и этот, этот, кладет вот этот все. Хорошо, наступает вечер, опять стук, и этот по привычке идет, хотел открывать, он говорит, подожди, подожди, не открывай, я открою, вот, открывает, а там дьявол, когда увидел, что Иисус стоит, и дьявол ушел, понимаешь, то есть, он стал полным хозяином, я не знаю, как в вашем сердце, какую часть сердца вы отдали Господа, хотелось, чтобы вы отдали полностью, что у вас есть, какое поклонение, я несколько времени назад был в одном месте, и где говорят, знаете, церковь большая, огромная, они говорят, знаешь, так совпало, что вот тут день жатвы, еще что-то, еще что-то, а сейчас день благодарения, и они говорят, интересно, мы уже целый месяц говорим о благодарении, я вышел проповедовать, я говорю, ну, а когда вы уже перейдете от благодарения к благодарению, понимаете, то есть, о том, чтобы говорить о благодарении, или действительно благодарить, хочу пожелать, чтобы в вашем сердце нашлось дело для благодарения, тоже говорят, маленькая аллегория такая, когда два ангела, один вот бегает туда-сюда, по лестнице, скорее всего, ну, простите, не знаю, как это бегает, но написано, сходят и не сходят, да, вот, когда вот, как Иаков, там тоже поет, лестница такая, и вот, который туда-сюда, и рядом лежит ангел на облаке, так, как бы смотрит на все это дело, и спрашивает, говорит, а что вы, что ты туда-сюда, он говорит, понимаешь, мне поручили приносить молитвы, которые начинаются, дай мне, Господи, помоги мне, Господи, спаси меня, и вот я эти молитвы ношу, а ты, брат, что лежишь на облаке, он говорит, ну, мне тоже, говорит, дали поручение носить молитвы, которые начинаются, благодарю тебя, славлю тебя, вот, эти молитвы, без работы, поэтому хотелось, чтобы мы в своей жизни имели вот близкие отношения, близкие отношения, знаете, не знаю почему, а вот, знаете, вот эта картина знаменитая, да, когда, как бы, рука Господа тянется к только созданному Адаму, и он, как бы, руку не протягивает, для того, чтобы достать, а вот так вот, я не знаю, может быть, в вашей жизни тоже вот так вот, рука, знаете, то есть, вот Господь рядом, как бы я не против, но где-то вот такая вот, знаете, ну, не во всем, да, или вот лицо, когда Господь что-то говорит, и Адама лицо, знаете, Микеланджело нарисовал его так, чтобы, знаете, вот как-то таким боком, хотелось, чтобы в нашей жизни поклонение было настоящее от всей сердца, от всего сердца, от всей радости, читаю текст Писания, который говорит, как юноша содержать в чистоте путь свой, хранением себя по Слову Твоему, хотелось бы, чтобы в жизни мы попробовали, посмотрели на этот мир, вот, со стороны Библии, везде, каждая вещь, каждый момент, каждая клеточка говорила об Иисусе, это очень важный такой момент, чтобы мы поглядели на все, через все, что бы ни было в вашей жизни, смотрите, через Слово Божие, кто пренебрегает Словом, тот причиняет вред себе, а кто боится заповеди, тому воздастся, во-первых, вы никогда не потеряете, хочу просто прочитать несколько моментов, выдержек таких, которые мне очень нравятся, по отношению Слова Божия, ваше отношение к Слову Божьему свидетельствует о вашем отношении к самому Богу, вы любите Бога ровно настолько, насколько вы любите Слово Божие, вы послушны Богу ровно настолько, насколько вы послушаете Слово Божие, вы почитаете Бога ровно настолько, насколько вы почитаете Слово Божие, в вашем сердце ровно столько места для Бога, сколько для Его Слова, хотите знать, как много Бог значит для вас, это легко определить, только спроси себя, что значит для тебя Слово Божие, ответ на этот вопрос будет ответом на первый, Бог ровно столько значит для вас, насколько значит Слово Божие. Я не знаю, насколько вы читаете, мне очень понравилось сегодня, когда братья здесь отвечали, они все рекомендовали, читайте Слово Божие, читайте Слово Божие. Это то, что просто дает сладость, дает просто жизнь. У меня нет времени говорить о Слове, могу очень много говорить. И, знаете, вот хотел бы просто пожелать вот такой момент. Так, что-то, вот, знаете, мне понравилось, чтобы у вас это было. Когда-то в 1 Царств 23 глава 16 стихом написано, «И стал Иоаннафан сын Саула, и пришел к Давиду в лес, и укреплял его упованием на Бога». Знаете, когда приходят ко мне люди или еще что-то, я всегда стараюсь сказать какое-то слово. Укрепить человека или возрадоваться, или порадоваться всегда текстом Писания. Насколько это важно, чтобы вся внутренность, чтобы мы были просто вот с Ним. И хотел бы еще один текст Писания прочитать. Псалом 118, 11 стих. «В сердце своем сокрыл я слово Твое, чтобы не грешить пред Тобою». Как бы было бы хорошо, чтобы мы всегда решали по Слову Божьему. Следующее, о чем мы говорили с руководителями, с организаторами, они сказали, обрати внимание на молитву. Знаете, насколько мы, уповая на по Слову Божьему, и говорим о том, чтобы мы молились, и чтобы мы могли это все сделать. Это очень важно. Я хотел бы просто прочитать текст Писания и сказать. Сказал также им притчу о том, что должно всегда молиться и не унывать. У нас в нашей школе один из студентов потерял свой кошелек уже второй раз. Первый раз очень долго искали. Молились, Господь послал, и вот второй раз Он объявляет о том, что Он не может и то, и то, потому что нет кошелька. А там все, это же надо и родителям сказать, и это же надо дополнительно что-то платить, и все, и так дальше. И когда мы говорили на нашем разборе, то мы прочитали о том, что нужно всегда молиться и не унывать. И предложили, давайте помолимся. Я не знаю, насколько было веры, но просто Библия говорит, делайте это, рекомендует, чтобы мы всегда молились и не унывали. И вот мы помолились. Проходит день, проходит два, и я так осторожно спрашиваю, ну что, нашел? Нет, нашел? Нет. Вчера, это вчера был как бы праздник или выходной день, вот, я их решил сводить куда-нибудь в ресторанчик. Я говорю, пойдемте со мной. Куда пойдем? Не знаю куда. Долго они перепирались и пошли туда, куда не хотели. Я говорю, хорошо, ну давайте, туда так туда. И когда мы пришли туда, вы знаете, это надо было видеть. Я видел эту немую сцену, потому что я как бы, ну, расплатился, потом сел, и они стояли, ждали, когда получат эти, ну, фуд этот, да? И вдруг, понимаете, вместе с фудом ему дают его кошелек. Оказывается, он какой-то месяц назад или сколько был там и просто потерял. Все сохранилось. И я верю, говорю, ты не забудь это, что ты, помнишь, мы молились вместе, и Господь дал. Потому что всегда нужно уповать на сердце. Понимаете, если бы мы знали, сколько, вот когда мы молимся, когда мы читаем, сколько нас охраняет. Как это важно, как это хорошо. Пару текстов Писания, и я буду заканчивать. Это просто пожелание, вот, поклонение. Да не смущается сердце ваше. Веруйте в Бога и в меня веруйте. Чтобы у вас была вера настоящая. Чтобы вы никогда, вера, которой вы верите внутри и снаружи была такая. Мне нравится один рассказ, когда один человек, просто клоун, да, он всегда всех смешил. И вот однажды, перед тем, как ему выходить, там за кулисами загорелось. И вот пожар идет сюда, здесь много народу. Ему сказали, выходи быстрее, скажи им всем, чтобы люди расходились. Он вышел и говорит, дорогие, вы знаете, это самое, ну, надо расходиться, потому что там пожар идет. И все начали ему хлопать. Он говорит, ну, так красиво сказал. Он тогда встал на колени, умоляет, говорит, вы знаете, я вас умоляю, уходите. И все. Люди даже встали, говорят, слушай, как ты красиво говоришь. Понимаете, хотелось так, чтобы наша вера была соответственной нашей жизни. Когда мы будем говорить что-то другим, чтобы люди нам верили. Если мы говорим, что мы христиане, если мы говорим, что для нас важно Слово Божие, мы говорим о том, что все сердце наше заполнено Богом, хотелось бы, чтобы и в жизни было именно так. Потому что Господь говорил о том, чтобы мы шли и проповедовали Евангелие по всему миру. Вы знаете, Евангелие от Марка, 16 глава, 15 стих. И сказал им, идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всей твари. Я не знаю, я считаю себя евангелистом, что я всегда проповедую Евангелие. Мечтаю о проповеди, потому что Евангелие меняет других. Я хотел бы, чтобы вы тоже изменили одно из самых важнейших поклонений, чтобы вы сделали вот хотя бы в эти рождественские дни, чтобы сделать. Я хочу сделать вам подарок. Знаете, есть вот такой новый завет, который издала наша миссия. Это свидетельство, то есть Евангелие со свидетельствами. Здесь много людей, которые рассказали о том, как они пришли к Богу. Знаете, когда я читаю, у меня слезы идут. Я надеюсь, вы для себя прочитаете и сможете кому-то подарить. Кому-нибудь в этом году будет легче, и это будет прекрасно. Второе. Хотел бы вам подарить вот такую детскую книгу, комиксы. Вы знаете, я не вырос, когда были комиксы. Я не понимаю их. Я их не люблю, я вам скажу. Я даже не вырос тогда, когда кушают пинобатор. Понимаете? Они его кушают, и что-то им вкусное. Я не знаю, что там вкусного. Но я не вырос ни тогда, ни тогда. Но я смотрю, как когда я вижу, когда берет маленький ребенок и читает с наслаждением, а здесь красной линией, прочертана линия спасения, кончается молитвой. Я хотел бы каждому из вас, от лица библейской миссии, от тех, которые заплатили за это, потому что кто-то заплатил, кто-то еще, который кто-то еще не доплатил, но имеет значение. Хотел бы вам подарить вот такое, чтобы вы сделали нашу страну лучше и прославили нашего Господа всем сердцем и всей душою. Мы с вами сейчас, ставшие, помолимся. И помолимся за то, чтобы Господь благословил все наши сердца. Мы помолимся о том, чтобы в сердце не осталось ничего, чтобы поклоняться чему-то другому, кроме Иисуса, ничего. Просыпался, чтобы с мыслью о Боге. Ложился, чтобы с мыслью о Боге. Мечтал, чтобы что-то сделать о Боге. Пускай Господь благословит. И в конце, в конце, просто несколько слов. Я скажу еще о том, чтобы Господь благословил вкуснейшую пищу, которую там приготовили. Вообще, Вифания, я не знаю, я никогда этого не говорил. Хочу вам сказать, я просто удивляюсь, насколько вы добрые, как вы любите, как вы готовите так вкусно. Пускай вас Бог благословит. Аминь, братья и сестры. Не слышу, аминь? Они же вкусно готовят. Все, хорошо, и мы помолимся. Молитесь, у кого есть желание, было бы хорошо, чтобы помолились. Прославьте нашего Господа в молитвах. Продолжение следует...